В лице Павла Ивановича разрешить поблагодарить всех организаторов за то, что они нас сюда пригласили. И вам, Павел Иванович, огромное спасибо. Не буду долго останавливаться на этом слайде. Вы знаете все, наверное, что костные метастазы – это явление чрезвычайно распространённое. На этой картине представлено, так сказать, их процентное соотношение при разных видах опухолей. Значит, теперь по поводу принципов радионуклидной терапии при костных метастазах. Ну, принцип, собственно говоря, точно такой же, как при радионуклидной диагностике. Используется трейсер, который доставляет радионуклид в метаболически изменённую костную ткань. Либо это аналог кальция, как стронция или радий. И, в общем-то, на этом всё построено. Значит, на чём хотелось бы остановиться? Вот эту картинку в разных видах мы показывали много раз. И сейчас ещё раз к этому возвращаемся, потому что хотелось бы в этом докладе обсудить возможности действительно таких комбинированных и сочетанных подходов. Значит, вот мы видим, что происходит внутри метастаза. Опухолевых клеток может быть немного, а изменённой ткани может быть очень много. И вот эти вот опухолевые клетки, они являются очень мощными стимуляторами для остеобластов, остеокластов, которые вызывают патологические процессы в костной ткани, которые сама, и эти процессы сами по себе становятся, в общем-то, источниками очень многих проблем. Мало того, эти механизмы химические создают очень благоприятные условия для того, чтобы там ещё и прогрессировали, и успешно, как сказать, размножались опухолевые клетки. Есть на эту тему несколько исследований. Сейчас, вот ввиду нехватки времени, подробно останавливаться на этих исследованиях я сейчас пока не буду. Значит, теперь по поводу того, куда направлено действие радиофармпрепаратов остеотропных. К сожалению, оно не направлено прямо внутрь опухолевой ткани, потому что здесь уже должна быть такая тканевая специфичность, вот подобно тому, как вот радиоидотерапия при раке щитовидной железы проводится, где есть такая природная, что ли, супертропность, есть натриоидный сеппортер, либо это пассамотерапия. Вот в данном случае мы сейчас говорим о такой универсальной терапии всех метастазов, которые обладают патологически изменённым минеральным метаболизмом. И этот вот патологически изменённый метаболизм вот формируется в результате процессов, которые мы сейчас здесь говорили. И на что направлено действие? Оно направлено, конечно же, отчасти достаётся, собственно, и опухолевым клеткам, но всё-таки в большей степени эта терапия у нас радиометаболическая. Это сейчас нам важно, потому что мы уже задумываемся о том, как её комбинировать с, собственно, радиотаргетной терапией. Значит, показания. Показания изменились за последние годы. Из инструкций, правда, они не ушли, и в инструкциях остались старые показания, что эта терапия применяется для лечения симптомов, для снятия болей. Однако реальная клиническая практика показывает сейчас, что сам по себе болевой синдром уже не является важнейшим показателем для начала этой терапии. И, в общем-то, многократно повторенные циклы радионуклидной терапии могут приводить и приводят, и есть доказательства, приводят к торможению роста опухолевой ткани в метастазах и к увеличению выживаемости пациентов. Дальше по ходу доклада я покажу эти самые работы, на которые сейчас ссылаюсь. Вот то, что у нас изменилось за последние годы. Новые технологии, пришедшие в онкологию, позволили существенно увеличить выживаемость больных, и у нас теперь эти пациенты живут дольше, их больше. Большое количество пациентов с костными метастазами, и, соответственно, наша задача теперь уже с этим большим количеством пациентов предлагать им такие методы, которые будут не только улучшать качество жизни, естественно, это главная задача, но и, в общем-то, пролонгировать эту жизнь. И это стало сейчас возможным. По поводу противопоказаний. В основном они ориентированы и связаны с состоянием костного мозга. Здесь вот приведены цифры, они различные при разных клинических ситуациях. Вот чаще всего гемоглобин границей является либо 100, либо 90, тромбоцита, как правило, 100, лейкоцита либо 2000, либо 2500. Однако, если почитать внимательную инструкцию к радио 223, то там будет указание, что при повторных циклах можно использовать, начинать терапию, когда тромбоциты будут 60, что, в общем-то, даже иногда вызывает, как-то сказать, сомнения и опасения. Тем не менее, эти данные занесены в инструкцию. Остальные параметры, которые указаны здесь, на этом слайде, они связаны со всякими смысловыми, так сказать, противопоказаниями. Например, если у человека есть висцеральные метастазы, и они прогрессируют, то понятно, что терапия остеотропными препаратами просто будет неэффективна. Еще раз хочу повторить, не очень понятное явление, с которым мы столкнулись, но на него надо обращать внимание, это АСТ-ЭЛТ в 2-2,5 раза выше верхней границы нормы. Если такие показатели есть у пациента перед стартом терапии, то высока вероятность развития такой, в общем-то, критической тромбоцитопении. Какие еще факторы у нас лимитируют наше лечение? Висцеральные метастазы. Вот этот слайд очень показателен. Выраженнейший болевой синдром. Человек указывает на место, локализующиеся кости таза. Кажется, что это костные метастазы. Однако, когда было выполнено детализированное такое исследование, ПЭТ-КТ с галием ПСМА, оказывается, что это не кости. И остеотропная терапия здесь не поможет. Остеотропные препараты накопятся вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, а вот здесь вот не накопятся. И поэтому для такого пациента как минимум нужно либо комбинированное лечение, либо, может быть, вообще другое. Значит, метастазы в легкие, то же самое по данным ПСМА, это, по сути дела, уже фактор, серьезно лимитирующий начало проведения радионуклидной терапии остеотропными препаратами, потому что здесь нужно совершенно другое лечение. И вот на этом слайде тоже мы должны остановиться, потому что все упрекают в том, что радионуклидная терапия является вредным, так сказать, явлением для костного мозга. Однако вот динамика тромбоцитов у пациента, которому еще не начали проводить радионуклидную терапию, что-то нас насторожило, и мы решили посмотреть через неделю, соответственно, кровь, и увидели, что безо всякого лечения уровень тромбоцитов падает, потому что там идет прогрессия, потому что там пораженный костный мозг. А если бы мы здесь ввели радиофарм препарат, нас бы обвинили в том, что, соответственно, это мы навредили. Вот на это тоже надо обращать внимание, всегда делать исследования в динамике. Какие препараты у нас есть? Мы это уже знаем, этот слайд, много раз его показывали, на всякий случай сейчас для тех, кто, может быть, его еще не видел. Два препарата у нас зарегистрированы, хлорид стронций, сама риоксабифор, два препарата на основе рения, выполнены клинические исследования, с очень хорошей себе стороны показали особенного трения изолидронового кислота, но, к сожалению, не зарегистрирован ради, у нас зарегистрирован, и мы им активно пользуемся. Значит, на всякий случай еще раз возвращаюсь вот к этой идее использования, в каких случаях использовать хлорид стронций, в каких использовать самарий. Вот эта таблица, которая была в 2007 году приведена по различию в применении этих препаратов, сейчас складывается такое мнение, что стронций так вот плохо, что его вообще не надо применять. Ну, я бы сейчас выступил в защиту этого препарата, что все-таки в ряде случаев он годится, и вот здесь представлены те случаи, когда он хорошо годится. Вот слайд, который я, так сказать, с разрешения Евгения Витальевича Хмельевского представляю. Здесь представлен некий метаанализ вообще, как эффективно оказывается, насколько эффективно оказывается радионуклидная терапия при метастазах кости. Вот здесь у нас отмечены полные эффекты. В этой колонке общие эффекты. Те работы, с которыми мы, так сказать, с которыми мы выполняли, мы примерно укладываемся вот в те 60-80% эффективности, но это эффективность воздействия на болевой синдром. Все вот эти вот работы, связанные с бета-эмиттерами, в основном посвящены оценке болевого синдрома, а не оценке выживаемости. Это важный момент. Вот хочется как-то дождаться каких-то результатов по выживаемости. К сожалению, пока таких больших глобальных рандомизированных исследований, как влияют многократные повторные введения бета-эмиттеров на выживаемость, пока таких исследований нет. Есть более мелкие исследования, сейчас о них расскажу. Значит, и вот еще интересный момент. Каждому хотелось бы обратиться, кто работал с такими пациентами. Обращали ли вы внимание, кто лучше отвечает на терапию? Вот здесь вот эффективность лучевой терапии, не радионуклидной терапии. Каким-то странным образом на первом месте оказался карциноид. Но я разговаривал с Евгением Витальевичем, это, возможно, какая-то статистическая погрешность, потому что, так сказать, было там два пациента и два хорошо ответили. Вот молочная железа и предстательная железа. Вот, лидирует в этом списке ответчиков. Вот, я бы предложил вам тоже как-то подключиться к этой работе, посмотреть, что лучше отвечает и подумать, почему. Вот, самый главный вопрос, который хотелось бы сейчас осветить. Выживаемость или просто обезболивание? И вот все знают вот эту таблицу, все знают эту кривую. Это исследование Алсимка. Впервые, вообще впервые в мире было показано увеличение выживаемости на фоне радионуклидной терапии, когда был применен радий. Вот. Но первым был, все-таки, наверное, Хольгер Пальмеда с исследованиями по рению. И вот это тот самый как раз случай, это именно бета-эмиттер. Это исследование очень небольшое. Конечно, его нельзя сравнивать с Алсимкой, но, тем не менее, и здесь было показано увеличение выживаемости при повторных введениях. Что мы сделали у себя в институте? Провели исследование. Оно тоже, соответственно, не может конкурировать по масштабности и по мощности с Алсимкой. Такое исследование наблюдательное по выживаемости больных раком молочной и предстательной железы, которые у нас получают радионуклидную терапию. Первое, что мы увидели, что больные раком молочной железы действительно отвечают лучше и живут дольше. И это как раз повод задумываться о том, что вот почему в некоторых странах вообще радионуклидная терапия не прописана для больных раком молочной железы с метастазами в кости, а прописана только для больных раком предстательной железы. Вот сравнение больных с метастазами в кости, больных раком молочной железы, которые получали дистанционную лучевую терапию и получали радионуклидную терапию. И посмотрите, даже наличие олигометастазов, кажется, что это лучшая ситуация, но отсутствует системное радиометаболическое лечение. Здесь ситуация изначально вроде бы хуже, наличие множественных метастазов, но здесь у нас есть системное радиометаболическое лечение. Конечно, их нельзя напрямую сравнивать, я это очень хорошо понимаю, но это тоже повод задуматься о пользе радиометаболического лечения с многократными повторными введениями. Вы видите, какая разница в выживаемости. Ну и вот эта картинка, которую я уже показывал, это сравнение результатов лечения больных раком молочной железы с системной радионуклидной терапией, многократно повторенное лечение, и в случае, если оно вообще не проводилось, а проводилось какие-то другие виды лечения, направленные симптоматически на болевой синдром с костными метастазами. Мы тоже видим, что выживаемость выше там, где вот эта системная радиометаболическая терапия проводится. Исследования по комбинации методов. Такие исследования тоже есть, но они не столь масштабны, как цитируемая ранее Алсимка. Здесь вот показано, что даже такой препарат, как хлорид стронция, если его комбинировать с доцитокселом, очень такая тяжелая, на первый взгляд, комбинация, но она увеличивает выживаемость без прогрессирования, к сожалению, не общую выживаемость. И тут надо подумать, из-за чего. Может быть, это все-таки два тяжелых препарата в таком тяжелом сочетании. И вот очень интересное исследование. Оно в каком-то смысле меня, так сказать, удивило даже. Тоже слайды, взятые у Евгения Витальевича. Это попытка радикального лечения костных метастазов с помощью высокодозной терапии радионуклидной и с использованием еще пересадки костного мозга, поскольку это очень высокодозная терапия. И вот для чего это делалось? С олигометастазами. Попытка увеличить выживаемость. Это так называемое условно-радикальное лечение. Мне не очень понятен выбор препарата, который был сделан в этом исследовании. Других подобных исследований Евгений Витальевич не нашел, но привлекла вот эта идея, что все-таки кто-то замахивается и на такое радикальное лечение. Мое мнение совершенно иное. Все-таки на радикальность мы должны замахиваться там, где есть у нас реально таргетный препарат, как вот при радио-йод-терапии, как при ПСМА. Если мы говорим о такой метаболической терапии, то все-таки мое предложение – это использовать дробно-протяженное, многократное введение, направленное на сдерживание процесса. Тем не менее, вот такая работа тоже есть, и здесь мы ее цитируем. И в связи с вышесказанным, именно повторное и многократное введение в сочетании с другими видами воздействия. Это с лучевой терапией, с залидроновой кислотой, с доносумабом, причем с залидроновой кислотой и с доносумабом немножко по-разному используются комбинации. Вертебропластика очень здорово помогает избежать некоторых, так сказать, условных, так сказать, ограничений для радионуклеидной терапии. И новые комбинации, о которых я сейчас скажу, это сочетание с линбонтинибом при костных метастазах йод-рефрактерного рака, с вандотонибом при костных метастазах медулярного рака щитовидной железы. И сейчас даже у нас есть небольшая группа пациентов, где сочетается хлорид радии и самарий, просто потому, что хлорид радия стоит очень дорого, и поэтому мы, как бы, так сказать, делаем вот такую комбинированную терапию и сейчас ведем наблюдение. Значит, сочетание с химиотерапией в виде капцитабина при метастазах в печень при раке молочной железы. Да, и это возможно, и мы это делаем, и это является допустимым с точки зрения милотоксичности. Сочетание с РС при раке легкого тоже является таким, ну, в общем-то, допустимым сочетанием, и такие пациенты тоже у нас живут на вот этой вот терапии при костных метастазах. Ну и сочетание, о чем я задавал вопрос профессору Кайрима, можно ли сочетать по самоотерапию и терапию ради? У нас есть такой один пациент, с которым мы это сделали. Значит, теперь по поводу дабл-терапии, сочетание разных изотопов. Я показывал уже этот слайд, лечение рака щитовидной железы двумя изотопами, йод, который накапливается внутри опухоли, самарий, который накапливается по периферии опухоли и воздействует радиометаболическим путем на, так сказать, костную ткань, перспективный путь. Значит, то, о чем мы говорили, радиолегантная терапия очень эффективна на висцеральные метастазы, но бывает не очень эффективно направлена на метастазы в кости. Значит, что в этой связи приходит на мысль? Попробовать сочетать. Вот это наш пациент, который мы совместно лечим с профессором Ричардом Баумом в Банберке. Значит, достаточно длинная история. Он у нас начинал лечиться по поводу метастазов в кости, самарием, затем прогрессирование в лимфоузлы, терапия лучевая, затем дальнейшее прогрессирование по СМА-терапии. И это один из первых пациентов, которым была использована тандемная терапия, положительная динамика. И в 2019 году начался рост ПСА и начался прогресс в костных метастазах. К этому лечению был добавлен радий. Через три недели после первого введения снижение ПСА в два раза и после второго введения, соответственно, уже в четыре раза после вот той исходной цифры. Да, не все здесь просто, это единственный пациент. Здесь есть ликопения, но такая умеренная, что внуждает, так сказать, отказываться от следующего цикла ради. Но это тоже повод задуматься о таких возможностях. Значит, другие, совершенно новые подходы. Это HER2-позитивные опухоли. То, что сделано сейчас в Томске, уже попытки технеций метить этими дарпинами и прочими транспортными молекулами. Замена технеций норений позволит и здесь проводить вот такую таргетную терапию. Ну, а этот слайд я просто добавил. В первом докладе было сказано, что что же нам делать. У нас некоторые изотопы не внесены в таблицу. Вот, как быть? На самом деле, буквально вот на днях, ну, недавно появилось дополнение, и мы можем теперь, так сказать, глядя на это дополнение, примерно рассчитывать свои возможности. Конечно, настораживает вот эта вот первая строчка. Маловато сюда внесено. Вот, по остальным, с большим перебором, как говорится, здесь есть все данные. Можно этой таблицей тоже пользоваться. Спасибо большое за внимание. Валерий Васильевич, огромное спасибо за прекрасный доклад. Дорогие коллеги, у нас есть уникальная возможность задать вопрос Валерию Васильевичу, поэтому, пожалуйста, а пока потаскайте, вы думаете... Валерий Васильевич, у меня такой вопрос. Так, все-таки основные показания для использования радия и стронция. Такие, когда лучше использовать стронций, когда лучше использовать радий? Ну, первое. Как Ваше мнение? Если бы была экономическая возможность, то у всех больных с костными метастазами кастрационно-резистентного рака предстательной железы без висцеральных метастазов надо бы использовать радий. Пока такой возможности, как сказать, экономической нет. И юридической возможности нет использовать радий при других метастазах, при которых он мог бы быть не менее эффективным. Понятно, что из тех слайдов, которые я показал, что очень кажется перспективным его применение при раке молочной железы, но мы знаем, что, соответственно, исследования еще идут, и пока регистрации еще не было. Есть предложение нам участвовать в исследованиях по МЕЛОМе, что как-то мне кажется более странным, чем по молочной железе. И есть еще работа по тому же самому йод-рефракторному раку щитовидной железы с костными метастазами. Но мы, собственно, там используем другие препараты. Радий был бы там, конечно, не менее эффективным, а более, может быть, даже. Спасибо. Короткий вопрос. У меня все время некоторые вызывают недоумение. Тот факт, что если мы считаем, что все-таки терапия остеотропными препаратами способствует продлению жизни, и это происходит за счет прямого воздействия на опухолевые клетки, то в этой ситуации, наверное, логичнее было бы использовать препараты с более длинным пробегом. И ради в этой ситуации оказываться не лучшим кандидатом. Или мы тогда должны думать о том, что, может быть, этот эффект реализуется какими-то другими путями за счет, например, воздействия на микроокружение и просто опухолевые клетки, соответственно, на какое-то время притормаживают, потому что нет стимула для их дальнейшего развития. Или мы тогда должны воспринимать это как чисто действительно палеотивное, но так, как мы в основном воспринимаем, как палеотивное лечение, которое преследует просто достижение противоболевого эффекта. Я думаю, что это еще важно еще потому, что дозы будут разные при использовании этих препаратов, потому что для достижения противоболевого эффекта, скорее всего, нам понадобятся меньшие дозы. Вот как вы на эти вопросы смотрите? Я готов ответить. При этом я понимаю, что мой ответ не будет окончательным. Во-первых, если начать с конца, очень важный такой момент, который у нас до сих пор как-то то ли юридически, то ли как-то в правовом отношении не очень понятно разобран. Вы сейчас сказали о палеотивном лечении. А давайте сейчас подумаем, а что такое палеотивное лечение? Ведь есть в онкологии радикальное лечение, которое направлено, по сути дела, на излечение. Есть другая крайность. Это симптоматическое лечение, которое направлено на избавление от симптомов. Не существует ли у нас подмены симптоматического понятия и палеотивного? Ведь палеотивное позволяет, что сделать? Оно не позволяет человека излечить, но помогает ему избавиться от симптомов, улучшить качество жизни и, может быть, продлить жизнь, но не радикально вылечить. То есть палеотивное лечение находится где-то в середине между симптоматическим и радикальным. И вот с этой точки зрения тогда можно смело, спокойно и даже с гордостью говорить, что мы занимаемся палеотивным лечением. А вот если говорить, вносить в него понятие симптоматическое, то я бы сказал, что этого недостаточно. Сейчас мы уже больше делаем. Мы делаем не симптоматически, мы делаем палеотивно. Теперь по поводу механизма действия. На самом деле он действительно многогранен и многообразен, этот механизм. Какое-то есть воздействие на опухолевые клетки, но в большей степени оно, конечно, опосредованно. То есть прямого воздействия, что вот бета-частица долетает до опухолевые клетки, попадает в нее и ее убивает, такое возможно. Да, вот такие изотопы, как рения, у нее там длинный пробег, у самария поменьше, у стронция тоже длинный пробег. Вот альфа-частица от радия точно не долетит до самой опухолевой клетки. Но, тем не менее, эффекты мы видим, и ПСА снижается. Значит, это опосредованные эффекты. То есть есть на эту тему работа, которая показывает, как эти опосредованные эффекты могут очень здорово и эффективно повлиять на сами опухолевые клетки через микроокружение. Спасибо. Еще вопрос. Еще? Владимир Васильевич, мы, по-моему, немного обсуждали краем этот вопрос. По поводу, вы показываете, что у вас есть увеличение продолжительности жизни на терапии с Амарием, а потом показываете, что есть синергетический эффект между введением залидроновой кислоты и Амария следом. По сути, здесь видится аналогия как тероген плюс ЙОД-131, то есть мы запускаем залидроновой кислотой, процессор стеогенеза, даже при смешанных литических метастазах, может быть, благодаря этому туда активнее захватывается Амари. Как вы думаете, с радиом то же самое сработает? Ну, хорошо, это не фосфатный комплекс, это, по сути, аналог кальция, но, может быть, так попробовать? Это первый момент. Да, и я считаю, что именно из-за этого, из-за того, что огромное количество там при том же раки молочной железы, метастазов, вот я смотрю, на фтордезооксиглюкозе, там что-то еле видно, на сцентографии вообще чисто, на КТ чисто, стонная МРТ, инфильтрация костного мозга. Начинают лечить, это все появляется в виде очень таких выраженных бластных метастазов, кажется, пока-то окажется прогрессирование, а на самом деле это выраженный терапевтический эффект. Вот здесь как-то так работает. Мне кажется, именно поэтому ради не пускают в молочную железу. Ну, его не то чтобы не пускают, его как-то пускают, но очень как-то небыстро его туда пускают. Ну, то есть есть какие-то перспективы? Ну, есть, конечно, перспективы. Вот на самом деле, давайте, если вернуться в историю, самое первое введение радиа было сделано именно пациентке больной рака молочной железы. Это было первое введение радиа, когда его использовали в активности 250 кБК на килограмм массы тела. Потом, историю тоже, может быть, известно-известно немногим, просто у Стэна Нильсона возник поток пациентов. Вот, вначале его не было, поток усиливался, он усилился настолько, что у него стало не хватать радиа. Он решил поделить и обнаружил, что тоже работает. Вот как пришли, собственно, к уменьшенной дозировке и стали ее изучать. Да, очень интересно. И второй момент. Вы работаете в федеральном научном учреждении и говорите, что вот вам закон не позволяет использовать радиа, как-то еще. Но вы можете организовать какую-то научно-исследовательскую работу, может быть, самостоятельно, нет? И, соответственно, использовать там офф-лейбл, но прикрывшись при этом решением этического комитета. Согласен полностью. Есть еще одна деталь. Ради надо еще как-то купить. Поэтому можно прикрыться этическим комитетом. Но этический комитет не даст денег на покупку радиа. Потому что радиа покупают пациенты, а пациенты эти являются больными раком предстоятельной железы. А другой пациент, имеющий другое заболевание, он прочитает эту инструкцию и, в общем-то, увидит, что там его нет. И это будут проблемы. Гранты? Может быть, гранты? Удастся, нет? Я готов с вами сотрудничать в получении гранта. Максим, потому что... Я думаю, что мы перенесем дискуссию в кулуары. Я прошу поблагодарить Валю Вальчичу за прекрасный доклад. Спасибо вам большое. Вы все герои, потому что сейчас выходной день. Вот я смотрю, уже в других местах нет. Спасибо вам большое за то, что вы здесь. Продолжение следует...